В этом ролике я познакомлю вас с платформой машинного обучения от компании SIY Uni AI Studio. Это новый программный продукт, который позволяет обучать собственные модели для распознавания объектов и использовать их в AI-модуле второго поколения и других будущих устройствах, расширяя их функциональность и кастомизируя под ваши задачи. Одной из ключевых особенностей Uni AI Studio является полностью локальная работа в вашей вычислительной инфраструктуре. Вы можете развернуть приложение как на мощных серверах, так и на обычной рабочей станции. Процесс обучения модели не требует большое количество вычислительных ресурсов, а Uni AI Studio уже содержит в себе все необходимые инструменты для полного цикла обучения, что делает работу легкой, а результат предсказуемым. Данное программное обеспечение работает в среде Linux, но в этом ролике я буду использовать операционную систему Windows и покажу, как просто установить Uni AI Studio на Windows 11, используя подсистему VSL, а также как обучить свою собственную модель распознавания для ее использования в AI-модуле второго поколения. Прежде чем начать, расскажу о конфигурации компьютера, на котором будет проводиться машинное обучение с использованием Uni AI Studio. Основа – дискретная видеокарта начального уровня от компании NVIDIA RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти. Также система располагает 32 ГБ оперативной памяти и шестиядерным процессором Ryzen 5, но это не столь важно, поскольку основные вычисления будут проводиться на видеокарте. Оборудование работает под управлением Windows 11, но также все будет работать и на Windows 10. Прежде чем переходить к установке VSL и программному обеспечению Uni AI Studio, убедитесь, что на вашем компьютере установлены необходимые драйверы для видеокарты. Итак, начнем установку с запуска Windows PowerShell от имени администратора. Вводим там команду VSL install. Эта команда загрузит основные компоненты подсистемы Linux. Для комфортного просмотра ролика множество моментов с прогресс-барами были пропущены. В реальности процессы идут дольше. После того, как подсистема VSL установлена, требуется перезагрузить компьютер. Затем снова запускаем Windows PowerShell от имени администратора и той же командой устанавливаем непосредственно дистрибутив Linux. В моем случае это Ubuntu. После установки и запуска требуется создать имя пользователя для Linux и задать пароль. Обязательно запомните его, потому что он потребуется вам в дальнейшем. После этого командой VSL с ключами L и V вы можете проверить, что система Linux на Windows корректно установлена. Вы также можете создать ярлык для запуска установленного дистрибутива прямо с рабочего стола, но обычно он создается автоматически после установки. Запустив подсистему с Linux, вы можете проверить текущее состояние и убедиться, что все работает. В этом случае статус будет Running. Теперь перейдем к установке непосредственно дистрибутива Uni.ai Studio. Он распространяется в виде депп-пакета. Скопируйте его в любую удобную папку и в интерфейсе терминала Ubuntu перейдите в эту директорию. Обращу ваше внимание, что в подсистеме Linux на Windows пути начинаются с папки MNT – Mount. Сначала указывается папка MNT, а затем основной путь, начинающийся с имени диска. В моем случае диск C, папка Downloads и далее папка Uni.ai. Проверим наличие файла пакета командой LS и если все в порядке, то с помощью команды DPKG запускаем установку пакета. На данном этапе потребуется ввести пароль суперпользователя, заданный ранее. В процессе установки вы, скорее всего, получите ошибку о том, что в системе не установлены зависимые компоненты, необходимые для работы Uni.ai. Поэтому командой apt с ключом F загрузим недостающие зависимости и снова попробуем установить Uni.ai. На этот раз все должно пройти без ошибок. Далее пробуем запустить приложение с ключом NoSandbox, как нам указывает производитель. Но видим, что у нас снова не хватает одной библиотеки и еще одной командой мы устанавливаем недостающую библиотеку. После этого запускаем Uni.ai Studio. Приложение успешно запускается и мы видим ее интерфейс. Вот, в общем-то, все, что нужно сделать для установки. И, на самом деле, это довольно просто и, наверное, самый сложный этап – это подготовка рабочей станции к работе с программой. Для удобства запуска я советую добавить в ярлык к программе, который создается после ее установки, ключ NoSandbox, чтобы правильно запускать приложение прямо с рабочего стола. Проверим, что все работает корректно и просто запустим Uni.ai с ярлыка. Как видим, все просто и быстро запускается. Далее переходим к окну входа в программу. Если у вас еще нет аккаунта компании SciWi, вам необходимо зарегистрировать его. В окне входа есть кнопка «Зарегистрироваться». После регистрации введите ваши учетные данные. Для работы вам также потребуется активационный ключ. Ключ активации представляет собой длинную последовательность символов. Просто вставьте ее или введите в соответствующее окно и нажмите кнопку «Активировать». После активации откроется основной интерфейс программы. В ней имеется два основных раздела – «Обучение модели», а также раздел для ее оценки, проверки и экспорта. Пока у нас нет обученной модели, в этом разделе выбрать ничего нельзя. Вернемся в раздел «Обучение». Здесь есть кнопка «Создать задачу». Нам необходимо ввести имя модели, выбрать устройство, под которое будет осуществляться обучение. Пока доступен только АИ-модуль второго поколения. И что самое важное, нужно указать путь к датасету – набору данных для обучения. Программа работает с форматом YOLO разных версий, и во всплывающей памятке указаны параметры и структура, которыми должен обладать датасет. В этом ролике я буду работать с датасетом, скачанным с сайта Universe RoboFlow. Я нашел набор обучающих данных со строительными касками. В датасете есть классы каска, а также голова. В целом он представляет из себя изображения с размеченными участками соответствующих классов, таким образом, чтобы модель могла распознавать их наличие и положение на фото. По файловой структуре датасет представляет из себя несколько папок. В них содержится набор изображений, непосредственно обучающая выборка в папке train, тестовая выборка для оценки в папке test и выборка для проверки папка valid. Также здесь есть описательный файл data.yaml, в котором должны быть прописаны реальные пути к папкам с размеченными изображениями. Обращаю внимание, что путь должен быть указан понятным системе Linux, то есть начинающейся с папки mnt. Снова переходим в программу и проверяем пути. В поле датасет указываем путь к файлу data.yaml, который содержит в себе пути ко всем папкам датасета. Также нужно указать папку для сохранения файлов модели. Для этого я создал папку output. Затем настраиваем параметры обучения. Это размер очереди, bus size, то есть сколько изображений будет обрабатываться за раз. Значение 12 по умолчанию для видеокарты RTX 3060 может оказаться слишком большим. И возможны аварийные завершения приложения из-за недостатка памяти. Поэтому я рекомендую его снизить. В моем случае я снизил до 8. В общем-то это влияет только на продолжительность обучения. Также ниже указывается параметр Frequency Training, но на самом деле это не совсем корректный перевод. Этот параметр означает количество итераций обучения. По умолчанию стоит 100, я поставил 50, потому что для данного датасета этого достаточно. Ну и также следует задать количество параллельных потоков обработки. Значение 8 довольно большое, я задал чуть меньше. 6 потоков. В каждом потоке обрабатывается заданное количество Bass Size, то есть по 8 изображений. Далее есть чекбоксы с проверками, рекомендую оставить их включенным. Дополнительно указываем наше оборудование, что это GPU, и обучение будет проводиться на нем. В правой части есть окно, где мы указываем специализированные параметры обучения. Evaluation Interval – это промежуток эпох, после которых будет проводиться автоматическая оценка метрик модели. Также есть параметры, на скольких последних эпохах будет проводиться такая оценка, сохранение нескольких последних состояний модели, а также эпоха, после которой отключаются аугментации. Это все тонкие параметры для специалистов, если вы не уверены, лучше оставить значение по умолчанию. Далее выбираем используемую видеокарту и нажимаем кнопку Create Task – создать задание. Но перед этим не забудьте задать имя создаваемой модели. Я назвал ее Red Hat, так как обучение будет проводиться на изображениях со строительными касками. Далее в пункте операции выбираем Start и видим, что процесс обучения начался. Можем перейти в пункт Monitoring и видеть конкретные этапы обучения. На начальном этапе происходит загрузка, проверка всех изображений и конвертация в формат, необходимый для работы программы. После этого начинается само обучение. Как видим, вот одна из 50 эпох. Видео ускорено, на самом деле это происходит дольше, в логах можно видеть реальное время. Также мы можем в любой момент остановить обучение, отредактировать какие-то параметры и после этого нажать переключатель Continue Training для продолжения обучения с последней завершенной эпохи. Как видим, в логах есть сообщение о возобновлении обучения. Оно началось со второй эпохи, а не с первой. Вообще, суть обучения модели сводится к тому, что мы много раз пропускаем через нее размеченные изображения и с каждым циклом она немного корректирует свои внутренние параметры, так называемые веса. Благодаря этому модель постепенно учится распознавать объекты все точнее. Чтобы контролировать процесс, используется процедура оценки. Программа периодически проверяет качество модели на отложенных данных, которые она не видела во время обучения. Но по мере циклов рост точности замедляется и иногда даже начинает падать. Это признак переобучения. Поэтому важно вовремя остановить процесс. Специальные параметры, которые мы задавали выше, следят за прогрессом и помогают выбрать лучший вариант модели, чтобы по завершении использовать именно те веса, которые дают наиболее точный результат. После того, как программа завершит обучение модели, переходим во второе окно для ее оценки. На вкладке «Оценка» мы выбираем нашу созданную модель и устанавливаем «Confidence threshold» – минимальный порог доверия, при котором предсказание считается верным. И «IOU threshold» – насколько точно рамка объекта должна совпасть с настоящей, чтобы определение считалось правильным. В большинстве случаев можно оставить значения по умолчанию, однако если вам требуются более точные результаты, их можно увеличить. Также выбираем тип весов для оценки. Здесь есть три варианта. «Optimal» – это веса с лучшими метриками по процедуре validation, которая автоматически проводилась с заданным интервалом в процессе обучения. «Last updated» – это последние сохраненные веса. Они могут не совпадать с оптимальными из-за переобучения, когда оно длится дольше оптимума, или если прервалось ранее. «Host Stop Augmentation Best» – веса, полученные после ослабления аугментации на поздних стадиях обучения. Они выбираются по наилучшей метрике именно в этот период. Рекомендуется применять, когда модель доучивается на более чистых данных, чтобы софиксировать максимально точные предсказания. Я рекомендую выбрать веса «Optimal». Также выбираем тип ускорения GPU, используемую видеокарту и нажимаем «Start». После этого программа загружает модель, а также оценочные изображения и пытается распознать на них объекты. После завершения процедуры мы видим результат. Графики с классами по четырем различным параметрам. Программа выводит на графиках значение «Confidence» – вероятность распознавания от 0 до 1, где 0 – это низкая вероятность, а 1 – высокая. Мы указали пороговое значение 0,3, и наши результаты в целом превышают это значение. Значит, модель работает хорошо. Как видим, практически по всем параметрам классы «Голова» и «Каска» находятся на высоком уровне, и только класс «High-Виз шлем» обработан очень плохо и снизил общие метрики модели – вот эту синюю линию. Но мы этот класс использовать не будем, поэтому нам это не так важно. Далее переходим к вкладке «Тестирование модели». Выбираем здесь папку с набором данных в «Эли». По умолчанию пороги установлены чуть повыше – «IOU Threshold» 0,65 и «Confidence Threshold» 0,4. Снова выбираем тип сохраненных весов, продолжим с «Оптима». Выбираем видеокарту и нажимаем «Старт». Здесь процесс очень похож на предыдущий этап, только загружается выборка из папки «Вэлит», и модель работает с этими изображениями. Вы видите, что она распознала объекты с вероятностью в целом выше 0,8. Наш порог был 0,4, значит модель проходит тесты. Она корректно распознает «Головы» в «Касках», так и без них, причем отличая одно от другого. Это видно по примененным классам. Конечно, для использования на дроне мы задействуем оба класса без разделения. Но, тем не менее, модель демонстрирует, что может различать голову в «Каске» и без нее с достаточно высокой вероятностью. Далее переходим к экспорту модели. Здесь есть параметр «Calibration File Quantity» – количество изображений, которые будут использоваться на этапе квантизации модели. На этом этапе разрядность значений весов будет уменьшена до 8 бит, что позволит модели запускаться на более слабом процессоре и потреблять при этом меньше память, сохраняя близкую к исходной точность. Чем выше здесь значение, тем больше будет потребление памяти при экспорте. Рекомендую оставить значение по умолчанию или уменьшить его. Далее снова выбираем тип весов для экспорта, все те же «Optimal» и нажимаем «Start». Здесь есть важный нюанс. Может возникнуть ошибка при экспорте из-за пробелов пути к папке с файлами весов. У меня такое было, возникала ошибка с кодом 6. После того, как я переименовал папку и заменил пробелы на нижние подчеркивания, процедура выгрузки прошла успешно. После выгрузки в папке Output создается папка Board, где вы увидите два файла – UserModule, это та самая модель, и классы StxT, это список классов. Согласно инструкции CUNY AI Studio, это именно те файлы, которые нужно перенести в AI-модуль, а объем модели также соответствует ожидаемому. Теперь давайте загрузим эту модель в AI-модуль второго поколения. Для этого используем карту памяти microSD, копируем в ее корень эти два файла и устанавливаем в AI-модуль. После этого включаем дрон. Я буду использовать дрон с камерой ZF30, но вы также можете использовать любые камеры с трехосевым подвесом от компании SIY, начиная с A8 и заканчивая ZT30. Открываем приложение UniGCS и переходим в настройки камеры, раздел AI. Здесь есть пункт AI-модель. Штатная модель распознает только людей целиком. Нажимаем кнопку загрузить и обученная нами модель загрузится в память модуля с карты памяти. Далее выбираем тип модели своя и, в общем-то, она теперь готова к работе. Теперь проверим, как это работает. При активированной штатной модели я начну показывать фотографии людей на планшете. Вот изображение двух человек в строительных касках. Я активирую отслеживание и появляются рамки вокруг всего силуэта человека. Это работает штатная модель. Теперь переключимся на нашу. Как видим, рамки поменялись. Модель распознает только верхнюю часть тела, голову в строительной каске. Мы также можем активировать отслеживание. Здесь все работает так же, как и со штатной моделью. Листаю другие изображения. Видите, модель распознает головы людей в строительных касках и без них. Конечно, чем крупнее и детальнее изображение, тем лучше. Я переключаюсь снова на штатную модель, затем на свою. Видно, как меняются рамки выделения. Это значит, что модуль действительно переключается между моделем. Даже с большим количеством объектов проблем не возникает. Сейчас я выделю объект для распознавания и подвигаю планшет, чтобы посмотреть на удержание объекта в динамике. Модуль в целом удерживает камеру на объекте, но при резких рывках может переключиться на другой. Такое бывает. Вы также можете продолжать использовать выделение для отслеживания произвольных объектов, даже когда загружена ваша модель. Модуль будет корректно переключаться. Я также провел тест распознавания в реальных условиях в полете, и модель отработала хорошо. AI-модуль уверенно удерживал объект, управляя камерой и зуммированием. Проблем с отслеживанием я не наблюдал. Таким образом, с помощью Uni AI Studio можно достаточно просто обучить модель для автоматического распознавания конкретных объектов. И хотя в AI-модуле уже есть функция отслеживания для любых объектов, именно кастомная модель открывает новые возможности, позволяя системе автоматически выделять и сопровождать цели, которые важны для вашей задачи без необходимости ручного выбора. Теперь вы знаете, как создать собственную модель для распознавания объектов на дроне с помощью Uni AI Studio. Это мощный и удобный инструмент, который делает передовые технологии машинного обучения доступными каждому. С его помощью вы можете экспериментировать с обучением под свои конкретные задачи и реализовывать любые идеи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok